Новые вызовы для психики в наше время. Если говорить о самом важном вызове, с чем мы столкнулись, это вызов неопределенности. То есть мир, в котором мы живем, это мир с невероятной степенью неопределенности. Если сравнивать с тем, что было даже 10 лет назад, не говоря 20, 30, 50, 100 и больше. Мы с вами, люди моего возраста, мы хорошо помним еще ситуацию, когда, например, ребенок заканчивал школу, и родители думали, так, вот есть бухгалтер, например, профессия бухгалтер. Понятная профессия, вот мама работала бухгалтером, бабушка работала бухгалтером, и ребенок пойдет выучиться, и будет работать бухгалтером, и кусок хлеба всегда будет. То есть можно было строить прогноз на 20-30 лет вперед, и достаточно реалистичный. Что сейчас? Только за последние 10 лет сколько возникло новых профессий, и похоронили старых профессий. Все эти СММ, таргетологи, копирайтеры и прочее, этого не было раньше, этих профессий. Сейчас, пожалуйста, это профессии, которые очень востребованы, люди очень хорошо зарабатывают, развиваются и прочее. Точно так же много профессий исчезли, или зарабатывать там стало крайне сложно и как-то расти. И сейчас, когда ребенок заканчивает школу, ни один родитель, который реально смотрит на вещи, он не может сказать, вот, дам такое-то образование ребенку, он точно свои 30-40 лет отработает, и будет всегда, кусок хлеба у него будет. Мы можем предполагать, но на самом деле, еще раз, если по-честному, мы не знаем, и никто не знает. Потому что вот IT сейчас вроде как на вершине пирамиды, так сказать, не факт, что будет. Потому что может быть 5-10 лет, и появится какой-то супер искусственный интеллект, и уже человеческий мозг, он не сможет конкурировать в этом. Или останется небольшой какой-то кусочек IT-работ, где нужен будет человеческий мозг, и так далее. То есть, понятно, что можно строить какие-то прогнозы, их строят футурологи, но по-хорошему никто не знает. После пандемии, после начала войны, после событий, которые вообще такие черные-черные лебеди, неожиданные вообще события, непрогнозируемые. Но строить прогнозы, наверное, дело неблагодарное. То есть, мы имеем дело с высокой степенью неопределенности. И эта неопределенность, это не что-то, что касается, как раньше, больших корпораций, бизнесов, которые планируют на 20, 30, 50, 100 лет вперед, проще. Это касается каждого из нас, наших ежедневных выборов. Раньше каждый понимал, вот есть недвижимость, например, нужно вложить деньги, если человек не хочет разбираться, куда вкладывать, всегда недвижимость вложил, и оно себе работает. Да, небольшой какой-то процент, но все всегда работает стабильно. Сейчас этого нет. И так в каждый момент времени, в ежедневных каких-то выборах. И вот это все очень сильно меняет нашу психическую деятельность. Потому что основная задача психики – это упорядочивать хаос. Когда младенец рождается, у него хаос, ничего нет. И постепенно, особенно первый год жизни, он начинает внутри себя выстраивать свое представление о мире, свою картину мира. То есть фундамент первый год закладывается, и дальше оно там уже достраивается. И это то, что отображено во всех мифах о сотворении мира. То есть изначальный хаос, какой-то темный океан, еще и еще в разных мифах по-разному. И потом начинает Бог отделять небо и землю, еще что-то от чего-то, мужчину от женщины, и начинается какой-то порядок. То есть из хаоса мы переходим в некий, создаем некий космос. Космос – это порядок, какой-то новый мир. Так вот, если раньше, то есть это происходит на уровне всего человечества и на уровне индивидуальных, психик. Если раньше вот этот космос, созданный порядок был устойчивый, и наша задача была, индивидуальная задача на фоне этого устойчивого порядка, где-то что-то свое достроить небольшое, это было раньше. Сейчас каждый из нас время от времени попадает в мир, где вот этот старый космос, старый порядок разрушен практически полностью, и все надо заново собирать. И эта нагрузка невероятно другого уровня на психику. Есть и хорошая сторона – это про то, что и творчество больше для каждого из нас позволено, и изменения в жизни могут быть быстрее, потому что, да, когда все устойчиво, тогда и это спокойнее, но это меньше возможностей для полной пересборки себя. А когда все рушится, вы можете пересобрать себя, совсем по-другому начать о себе думать, совсем другую самоидентификацию внутри собрать. Ну, это такой вот медаль о двух сторонах. Да, сложнее, да, больше возможностей, сильно больше возможностей, тоже да. Вот в таком мире мы оказались. Что с этим делать? Первое, мое мнение, что навыку справляться с таким уровнем неопределенности нужно обучать. То есть вот задача образования – обучать этому. Потому что раньше задача образования была какая? Дать информацию. Сейчас это вообще бесполезно, потому что есть Google, пожалуйста, все там есть. Информация не стоит ни копеечки. Тогда что стоит? Стоит, да, уровень мышления, прочее, но это тоже уже такой вот как этап, который мы проходим. Следующий этап – образование должно дать навык справляться с неопределенностью. То есть уметь в этом не просто жить, а развиваться и использовать эту неопределенность себе во благо. Это то, что Таня в своих книгах называет антихрупкостью, по сути. То есть возможность извлекать выгоду из хаоса. Это ключевое, что должно давать образование, на мой взгляд. И это то, что мы делаем у нас в компании, в Европейской школе психологии. Мы сейчас все программы таким образом перестраиваем, чтобы первое, что дать нашим студентам – это умение опираться на что-то, когда внешних опор нет. Потому что если мы говорим про образование, внешние опоры – это раньше была, например, методология эксперта, как делать то-то, то-то, то-то – это внешняя опора. И ты на внешние опираешься, и дальше что-то с этим делаешь. Но нам нужно дать другой способ познания мира. Это когда внешних опор нет. Что тогда? На что тогда опираться? И через образовательную программу мы тренируем этот навык. Поэтому мое мнение, что это нужно вводить, не знаю, на уровне школы и так далее. То есть все перестраивать таким образом, чтобы каждый человек тренировал навык справляться в условиях неопределенности. Что это такое? Это по сути перенести внешние опоры вовнутрь. До сих пор мы жили, опираясь на внешние. Что такое внешние опоры? Это другие люди, это чьи-то концепции, это чьи-то идеи, это чьи-то правила, это чьи-то теории, это те же, например, деньги. То есть это все внешние опоры. Что такое внутренние опоры? Внутренние опоры – это ваши навыки. Что бы во вне ни происходило, ваши навыки где остаются? С вами. Это очень хорошо почувствовали многие люди во время пандемии, во время войны. Те, у кого были твердые, понятные навыки, твердые в смысле не hard skill of, soft skill of, разделения, а такие вот проверенные на практике навыки, я имела в виду, они прошли пандемию. Эти люди нормально проходят войну, адаптируются и достаточно хорошо себя чувствуют и помогают своим близким, сотрудникам и прочее. Второе, вторая внешняя опора – это понимание, кто я. Это понятная самоидентификация, это невероятная опора. Потому что из этого вытекает, кто я, это какие у меня ценности, куда я иду. То есть это понятная картинка будущего. А картинка будущего, еще раз, это маячок, который светит в полном мраке неопределенности. Это важная внутренняя опора. Кто я? Кто я как человек или кто мы как компания, или кто мы как народ? Не важно, индивидуально или групповое я, но это еще раз, это та опора, которая помогает принимать решения в условиях практически тотальной неопределенности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok